Друзья мои, приветствую! С вами Александр, как всегда. И сегодня, как вы видите, мы общаемся не совсем в формальной обстановке. Я без гитары, но с завтрашнего дня исправлюсь. Гитары будет много, во всяком случае у меня такие планы. Я решил взять очередной челлендж и в течение практически месяца записывать по одной мелодии. Но об этом немножечко подробнее расскажу позже в этом видео. А для начала хочу выразить вам искреннюю благодарность от всего сердца за то, что вы подписаны на мой канал, за то, что смотрите мои видео, лайкаете, комментируете, делитесь в социальных сетях со своими друзьями. Мне на самом деле очень приятно, и ваша активность меня вдохновляет. И надеюсь, что мои видео тоже вдохновляют, эмоции у вас вызывают положительные, может быть, какие-то воспоминания, и это здорово. Прежде чем продолжить, хочу еще небольшую отметить попутно мысль. Так как у меня канал потихонечку растет, органически растет, вы, как знаете, я не рекламируюсь нигде, не покупаю левый трафик, я хочу узнать, кто сейчас является моими подписчиками, потому что каждый день добавляются новые зрители. И для этого я сделал небольшой опрос. Вот сейчас наверху выскочит сообщение. Пожалуйста, уделите буквально пару секунд, просто поставьте птичку, какой из категорий гитаристов вы себя относите. И мне будет полезно, и для канала тоже будет здорово, здорово, потому что я уже буду подбирать соответствующий контент для того, чтобы быть максимально интересным и актуальным для вас. Ну, а теперь продолжим по поводу нашего предстоящего челленджа. У нас сейчас май, месяц, и не за горами, буквально на носу уже 9 мая, праздник, когда мы будем вспоминать события, связанные с победой в Великой Отечественной войне. И в этой связи мне хочется поделиться своими планами. Недавно мне попался на глаза сборник аранжировок или переложений песен военного времени. Этот сборник называется «Отзвуки войны». Сейчас вы на экране увидите обложку этого сборника. Все мелодии обработал для гитары, сделал переложение, аранжировку. Белорусский гитарист, аранжировщик, композитор Олег Копенков. К сожалению, пока лично мы с ним не знакомы, но буквально на днях я встречался с одним из своих учеников. Прямо здесь мы в ресторане общались. И он вместе с Олегом Копенковым дружит с семьями. То есть они друг у друга останавливаются на ночь, когда Олег Копенков бывает в Москве, или когда мой ученик бывает в Белоруссии. Так что вот говорят о теории семи рукопожатий, что через семь рукопожатий можно найти знакомых людей. У нас тут получилось всего лишь через одно рукопожатие. По поводу аранжировок, к чему это я подвожу. Мне очень нравится то, что эти аранжировки очень здорово подходят обучающимся на гитаре. Так как я сам преподаю гитару, я знаю цену каждой обработки. И в аранжировках Олега Копенкова очень здорово сочетаются и гармоническая составляющая, и мелодическая. И одна партия другой не мешают. Все очень слаженно, органично звучит, поэтому можно выразить только глубокое уважение и респект. В этом сборнике, кстати, 27 мелодий. И вот как раз таки, я думаю, что в течение мая месяца я уложусь и все эти мелодии исполню. Многие современные мелодии, они очень поверхностные. А мелодии военных или послевоенных лет, они, на мой взгляд, несут такую глубокую составляющую, потому что большинство этих песен, они в буквальном смысле слова выстраданы. В них реальные эмоции, реальная боль от войны, реальная радость от победы. И надеюсь, что несмотря на то, что эти мелодии, может быть, не современные в плане ривмики сегодняшней, все-таки они несут более глубокий смысл, чем подавляющее большинство современных песен. И я верю, что такие мелодии могут изменить нас к лучшему. Они более глубоко влияют на нашу культурную составляющую, на эстетическую составляющую. Поэтому с завтрашнего дня я начну выкладывать эти мелодии. Надеюсь, что у меня все получится. Очень надеюсь, что я этот челлендж выдержу, потому что, вы знаете, помимо того, что у меня ученики, я работаю с аранжировками, ноты пишу, у меня еще четверо детей маленьких, мне нужно с ними тоже время проводить и жене время уделять. Так что, если вдруг какой-то день проскочит, не обессудьте. И в заключение я хочу оставить небольшое пожелание своим зрителям и подписчикам. Если вы, кстати, еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал. И мое это пожелание, оно будет состоять из трех моментов. Во-первых, я хочу пожелать всем нам мира, потому что те ужасы войны, которые остались в 20 веке, не дай бог, чтобы это повторилось. Мы сейчас находимся во Вьетнаме, и вьетнамский народ тоже перенес тяготы войны. И здорово, когда есть мирное небо, когда никто ни в кого не стреляет, нет разрухи, нет войн, нет голода, нет страданий, нет боли. Это просто чудо. И я хочу пожелать мира не только в глобальном плане, но и в локальном, мира в вашей семье, мира у вас в душе, в сердце, чтобы все было у вас хорошо. Вторая составляющая моего пожелания – это здоровье. Хочу, чтобы вы были крепки в плане здоровья, чтобы вы всегда чувствовали себя хорошо, были полны энергии. Ну и в заключении хочу пожелать вам больше красивой музыки, больше радости в жизни, чтобы у вас все хорошо было и все получалось. Еще раз спасибо за то, что досмотрели это видео. С завтрашнего дня пойдут одно за другим 27 видео, в которых я играю песни военных и послевоенных лет. Всего доброго, спасибо, пока-пока.